пойдем прогуляемся сейчас центр пройдем немножко покажем вам центр этого города клушно пока здесь на самом деле маленький центр и особо нету таких достопримечательностей допустим как бухаресте или брашеве поэтому я думаю уложимся пол выпуска основные достопримечательности проходочка по улицам старый город и все девочки остались на хозяйстве не хотят та штука нам с вами надо понимаете так все у нас тут по-моднему сережа воткнул забыл куда выходить мы выезжаем на машине постоянно не ломай дверью и справа у нас кафе люди постоянно сидят пьют кофе слева у нас супермаркет а ты же кстати по навигатору забил куда нам идти право лево нам туда идти в ту сторону двигаемся по тут через весь город через центр взлетают самолеты целый день грохот даже таинственный лес хоя бачу тоже не в тишине совершенно стоит смыть какое тут граффити говорила что в румынии очень раз это граффити но здесь это культурная как бы на стене а многих городах разрисованы даже исторические достопримечательности все в брашеве очень сильно тоже испорчены красками выходим на центральную улицу сейчас слева откроется большой красивый как собор святой богородицы вот у них строится таких храм они высоченные сами купола такие вытянутые немножко отличаются от наших православных соборов честно сказать вот здесь центр похож на львов такая же старая европейская архитектура как вы видите сейчас мы пойдем самой центральной достопримечательности этого города это я понимаю литеранская церковь до большая вряд ли мы конечно внутрь попадем кстати смотрите потому что сейчас же вечер только вот сейчас вышли в город все некогда было чем показать транспорт для самых больших людей гляньте какие мазерати в мире колясок гляньте сколько же она стоит ведь какая яму так друзья значит самый топчик как говорится города центральная площадь собор святого михаила вот он визитная карточка этого города не знаю пойдем ли мы сейчас или нет я очень сомневаюсь потому что уже поздно но выглядит он весьма величественно красиво жестоко за это время насмотрелись таких соборов красивых очень много сейчас пойдем с вами его поразглядываем здесь начинается пешеходная зона как любой площади где ратуша как они называют но это не рад что это собор двери собора закрыты как я смотрю я думаю что мы сегодня не сможем попасть внутрь потому что мы поздно приехали очень много людей отдыхает за столиками пьют кофе чай пиво расслабляющая приятная атмосфера западного города вот как вы видите архитектура этого города старая европа также очень похоже на архитектуру города львов на западной украине очень очень похоже все эти культурные как говорится пятачки с кафешками со всякими соборами и так далее сейчас мы подойдем с вами к тому ракурсу который на всех фотографиях всегда обозначает этот город с той стороны зайдем посмотрим с вами памятник на фоне этого памятника как раз этот собор лучше всего виден и не воспринимается памятник этот королю корвину корвины это династия королевская здесь правило вот и мы с вами поедем обязательно в их замок который находится отсюда в 180 километрах посетим этом замок я прямо анонсирую потому что я думаю что вам очень понравится не зря я выбрала эту локацию надеюсь все таки что мы не зря туда поедем то что я видела это очень впечатляет давайте подойдем поближе и посмотрим на этот памятник здесь видите как вы видите какие-то ярмарки какие-то фото зоны вот здесь почему-то фото зона около лидла с эмблемой лидл жилье хоббитов вот это да серёж можно сфотографироваться здесь тоже какие-то фото зоны реджина мария помните я вам говорила честь королевы названа сеть клиник это по всей румынии самые крупные клиники дина мария нас еще какие-то тут инсталляции пройдем посмотрим всегда мы попадаем помните мы брашили тоже попали на такой такого плана ярмарку а здесь даже почему красная дорожка здесь наверно посмотрите слушайте вы видели когда-нибудь как раскрывается надувной экран давайте посмотрим посмотрите вот это раскрывается или сцена или надувной экран она надувная серёжка думаю что это такое-то экран или сцена кого надувают тупо вставляешь себе вот это да свои здесь выяснить он растет размерах давайте посмотрим интересно же ну где вы видели вот такое что не может кто-то видел конечно сейчас мне больше экран интересует подкорбенный потом серёжа стой нельзя нельзя у меня вам минат на спустили что-то здесь какая-то будет тусня кстати видите кран раскрывается это интересно сам момент раскрытия блин я не знаю что снимать честно вот пожалуйста сам корвен вот этот так он же сейчас открывается подождешь хочу именно этот момент показать зрителям вот это же прикольно но никто не видел такого ну надувной экран смотрите видите вот так паре так значит он макияж сам его верные как говорится воины все красиво сам он похож на какого-то римского императора у него лавровый венок на голове где-то такой плащ конь в такой попоне закрытой этой самой меч знамя ну в общем все вкратце вам рассказала вот такая вот эта визитная карточка скажем так все быстро рассказала как это я свое мнение выразила что вижу а тем временем вырос экран надувной странно почему нам не разрешили сюда зайти и там вообще свободный вход с той стороны непонятно если честно тоже пепси какие-то какие-то ватные облака фото зоны красная дорожка может быть сейчас просто кто-то приедет и здесь будет идти не понимаю почему не разрешили если вот там вот совершенно свободно стоят люди непонятно ладно я говорю там стоят люди а нас туда не пустили туда не пустили не он сказал одну минуту можно зайти так мы же подошли памятник меня не устроило и я не могу так быстро я должна была одну локацию показать другую локацию и все это за одну минуту я же люблю поговорить вы же знаете в центре этих городков вот уже на протяжении месяца мы постоянно наблюдаем какие-то тусовки движухи какие-то ярмарки какие-то какие-то не знаю все кипит народа много достаточно интересное ну просто интересно все мы еще что-то понимали что это такое было бы вообще еще сто раз лучше вот это скорее всего это будет кинотеатр сейчас показано какие тут тиф-22 что это нет а ты катяшки ножка понимаешь это просто кинотеатр вы понимаете старый фильм и будет видеть живут фестиваль дал да 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 почему мы мне просто интересно почему вы себя приходим на фестивале который только начинается никогда не попадаем на такой момент когда он уже во всей как говорится и в кишине и вы попадали до 2745 что поделать мы мы не будем здесь два часа стоять мы еще с вами друзья и на какой-то движ попали киношные понимаете с этой стороны еще обойдем ой мне нравится ты самого центра прям как мы любим старая европа тикет тикетинг написано ее билеты надо покупать и сиди смотри если я отсюда захочу постоять посмотреть меня что выкинут отсюда тиф называется с таким оптимист оптимистичным названием тиф фильмовый фестиваль поняла трансильванский национальный кинофестиваль че на кисти на кисти валька кратной дорожки это скажу да люди заходи с обланочка да да интересно давайте посмотрим макет этого старого города значит мы находимся вот здесь сейчас вот на этой площади кварталы кварталы жилые массивы сейчас перекроют все да что не перекроют площадь ну да серёжа говорит похож на короля из шрека фамилия подходящая мать и аж рекс вообще-то мать и аж рекс если правда ничего очень-очень-очень приятный городок серёжа хочет вечером короче взлететь с нашей террасы и прилететь сюда на фестиваль мы тебе не верим ахаха вот вот не верю прямо как ты сюда долетишь жалко что мы не попали в собор конечно очень люблю такие готические соборы внутри снимать но так как мы люди очень быстрые очень любим торопиться то мы вышли в город который приехали только вечером понимаете не но этот надувной экран это меня покорил конечно я просто в диком диком удивление вы посмотрите просто обалдеть какого же он огромного размера новая вера метров сколько серёж метров 20 высотой 4 4 этажные вот посмотрите 4 этажные стоит он до четвертого этажа доходит так ну давайте еще по этой улице пройдем мы сегодня конечно все мне понравилось да все мне понравилось надеюсь вам тоже вот ведь какой он плоский этот экранчик надувной ну прям захватывает захватывает а что сзади у него давайте посмотрим а сзади как обычная лодка обычная лодочка взять и на такую лодку спустить сколько там народу поместится там все наши зрители вы поместились вот бы мы с вами устроили пати да серёжа еще одну идею выдвинул бы то если сюда налить воды и устроить пати бассейн огромный представляешь на бортик залез и прыгаешь в общем видите какие мы сразу из всего делаем у серёги такой был самокат кстати сейчас задумываемся о покупке нам новых электросамокатов кто-то чихнул тетя будьте здоровы этим а так и будет серёга себя такого плана купить мощный сколько там ватт 600 700 ватт и тысячу ватт 1200 а я куплю немножко попроще который у меня был м4 про сидушкой то есть это будет как велик можно сидеть и ехать не купим м4 про запросто стоя гонял вот на которой на риск хорошо давай 2 м4 про купим потому что здесь все мощные они здесь от 500 ватт 500 можно и это самый тысячу 1500 найти а в турции только до 350 ватт можно там не купишь такой самокат который нужно понимаете поэтому мы задумываемся здесь он стоит 700 долларов новый нуляч бухарейцы мы смотрели ну вы же вам показывали помните у нас был влог торгового центра поэтому мы сейчас серёжи продумали очень хочется конечно гоупро одиннадцатую финансы гопа одиннадцатая стоит так же как самокат 700 уж тут вы что 50 евро стоит новая но на все полностью со всем комплектом чемоданчики с водонепроницаемая с микрофоном и с лампой и с подставкой с триподом и со всем так я просто про проговариваю свои хотелки свои мечты для того чтобы они быстрее осуществились поэтому у нас такая есть схема серёга всегда проговариваем и как будто у нас они уже у нас есть уже так 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 живем как будто мы тоже купили они у нас есть визуализация идет надеюсь если мы пойдем по этой улице мы не заблудимся правда это же такая полупешеходная улица огромное пространство пешеходное но и маленькая ложка это я экшен режим включила здесь я буду рассказывать о этом городе почему так называется немножко по истории расскажу что давайте подойдем сейчас сейчас я прерываю свою молчаливую ходьбу а кстати 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 я нашла третью волчицу капиталистскую подарок рима давайте-ка с вами подойдем я за счет одна была в турде одна была в бухаресте мы видели и одну я нашла в клуше ребята мы молодцы с вами давайте поближе рассмотрим вот такая же видите только здесь еще бюст а рома тоже подарок рима римский император и вот она получиться кормящая причем и молодцы мы нашли трех волчиц нам положен ведь а тут эти взлетная полоса недалеко аэропорт прямо над центром над вашеходами улицами взлетают лайнеры понимаете но эти какие здесь проходы интересные скажу вам очень любим очень любил вот такие вот своды выйти ласточка папа вылетела красные двери такие красивые вот и знакомые цвета флага трамвай друзья угадайте где этот трамвай сфотографирован правильно на улице и стекляль турецкий магазин мороженое без мороженщика и ну и все атрибуты турецкого как говорится турецкие сладости и так далее так что здесь есть магазинчик трамвай привет из стекляля и стеклялю привет чего пойдем купим кофе очка немножко посидим передохнем поболтаем посмотрим на людей так я единственное не знаю можно и там сесть этим да и нет они работает все попили кофе ладно ничего страшного тукана кофе пошли в тукана по туканем немножко мошкары много куда-то мошкара зайдем тукана какой-то эфиопский или какой кофейная такая приятная я пошли по ту и по центральной а вот и театр видите такое интересное здание сейчас мы подойдем к этому собору который вам показывала сначала с другой стороны покажу вам еще интересную такой памятник интересный сейчас мы сначала с вами рассмотрим театр видите сколько людей опера опера понимаете театру опера националь романия клыш дальше то что такое здание красиво его самолет опять взлетает здесь прямо над театром летит чем такие немаленькие самолеты до здоровой лайнеры здесь мы уже на ярмарку не успели но давайте посмотрим полюбуемся фонтанами и вот этой вот прекрасной статуей а трэмбиты смотрите там эти как их назвать которые в трэмбиты играют ну и люди вот которые трэмбиты тоже видишь там фигуры лишь подняли гуцулы до подняли свои трэмбиты и наверху стоит так своему стыду друзья я не знаю кто это здесь ярмарка я думаю это какой-то великий деятель раз он стоит самом центре вот на таком постаменте шикарном понимаете здесь умельцы продают всякие свои поделки ярмарочка небольшая сейчас мы обойдем и пойдем уже кофе не попили кстати там не было с собой а мы сидеть не хотели там хотели взять с собой пройтись сейчас серёжа скажет вам чай-то ну как бы чей-то памятник кому мощно конечно да нет такие памятники высокие делают о этом же написано на нем написано а значит написано авраам и анчу 1824 1872 год по моему храм открыт пойдем посмотрим как у батюшка ростом наверно вы больше двух метров стоит ты рабу спроса карапуз да нормально зайдем очень люблю рассматривать храмы и католические православные очень люблю это ну если не пустят мне нету платка не знаю требует это или нет с дверей снимем все же можно эту спину снимаю здесь идет реконструкция эти леса стоят но здесь тоже очень я не думаю что это новострой его просто реконструирует потому что судя по этим колоннам и фрескам это не новое я не вижу что это новое очень пахнет ладаном здесь как-то приятно пахнет написали же лена боится черт ладан я не боюсь же православный человек у меня боятся красиво здесь тоже над входной группой тоже смотрите красивый купол тоже все таких тонах коричнево зелено таких серо-черных картины фрески выражение святых все посмотрели давайте выходить не будем здесь стоять кротезеи какие-то жалко мы центральный купол там реставрации мы не увидели конечно видите он очень-очень высокий я думаю там очень все красиво но хотя бы что-то увидели и на том спасибо сейчас мы пойдем возле нашего дома купим чашечку мне кофе серёжа какой-то прохладительный напиток и на этом будем заканчивать влог надеюсь показали вам да что-то такое интересное для вас я думал кто не был никогда здесь нет но есть что посмотреть но румыния вообще для нас открылась совершенно ну как необычная страна то о чем нам всегда говорили по поводу румынии скорее всего нам больше говорили о столице бухареста говорили о бухаресте та румыния которую мы увидели на севере и на западе румынии трансильвания она совершенно другая вот тут налета социализма здесь нет от слова совсем ну бывшего социализма здесь конечно это ближе к западу западной культуре архитектуре и так далее Австрия Австрия Венгрия вот здесь же до Венгрии очень близко от Клуша да там буквально до 100 километров уже венгерская граница вы понимаете мы могли бы вообще бы в Венгрию поехать если у нас было больше денег мы бы ещё наверное поехали в Венгрию тут ехать всего ничего я вообще не против бы съездить в Будапешт я была в Будапеште мне понравился этот город но это уже совсем другая история ладно всё пока мы за кофейком чао бомбина до встречи обнимаем но у